Друзья, всем привет! У меня в руках OnePlus 8. Прожил я с ним больше недели, и этот ролик мог выйти на неделю раньше, но ровно в день съемки на него пришло обновление, которое было связано в том числе с камерами. Поэтому нам пришлось снова перезаписать все эти впечатления, и сейчас поделюсь с вами, почему OnePlus 8, возможно, один из лучших смартфонов в 2020 году на Android, который вы, возможно, должны купить. Но обо всем по порядку. OnePlus всегда был брендом, который позиционировал себя как дешевым аналогом Google Pixel. Ну, посудите сами. Очень-очень-очень близкий по визуальной части OxygenOS, который при этом имеет этот прикольный дизайн пикселя, но не забывает про кастомизацию, потому что в OnePlus действительно очень много вещей можно настроить так, как вам хочется. При этом, при всем, у OnePlus есть и интересные фичи. Я безумно люблю его переключатель режима громкости, который идет с ним еще с первой модели. Это вещь невероятно удобная. И да, кто-то может сказать, что это слизано с iPhone, но iPhone, она всегда была двухпозиционная, когда как у OnePlus она трех, и это гениальное решение, и в течение недели я этим регулярно пользовался. И каждый раз, когда я возвращался после OnePlus к своему Pixel 4, я мышечную памятью пальцами с колодок переключаю, а его там, короче, нет. Поэтому, да, к этой штуке ты очень быстро привыкаешь, и тебе очень не хочется от нее отвыкать. По сравнению с OnePlus 7 Pro, который был в прошлом году, а я напоминаю, что стоимость 8-го OnePlus и 7 Pro сейчас плюс-минус похожа, у него нет выезжающей камеры, которая есть у 7 Pro. Вместо этого все-таки ребята решили сделать камеру типа вырез. Она находится, как и у Galaxy S10 линейки в прошлом году, по левой стороне. Она очень маленькая, и если вам я об ней бы не сказал, скорее всего, во время просмотра этого видео вы бы даже не обратили на нее внимание. Я рад, что наконец-то настал тот момент, когда их начали делать настолько мелкими и незаметными, что, ну, либо мы к этому привыкли, либо они действительно стали меньше, чем год назад. Так что к вопросам дизайна и почему камера не выезжает, у меня претензий абсолютно нет. Также нет претензий к новому цвету, он выглядит офигенно. Все люди, которые видели у меня его в течение недели, отмечали, что он невероятно красивый. И это факт, реально, такого цвета у нас еще не было. Он очень интересно играет на ярком освещении. Это такой нежно-зеленый, я бы даже сказал, иногда с отливом в синий и такой даже ближе к голубому. В общем, цвет очень удачный, покрытие матовое. И сейчас уже в Одессе становится достаточно жарко все-таки, как-никак, середина мая. Руки потеют, хочешь не хочешь. И на нем реально очень-очень-очень слабо остаются отпечатки пальцев. То есть это прям победа, серьезно. Его можно носить без чехла весь день. И при этом он не будет выглядеть, как замасканное что-то. За это с выбором покрытия здесь прям угадали на 250%. Потому что на фоне глянцевых смартфонов прошлого года, он просто чистейший во время эксплуатации. И это круто, то что ты видишь его в рекламе, видишь его в обзорах чистым. А знаете, вот когда ты потом этот телефон покупаешь, а он через час после эксплуатации превращается в что-то очень мыльное и некрасивое. Вот здесь такого не происходит. И это прям кайф. Что ты берешь его, и он в любой момент времени радует тебя своим дизайном. Это классно. Есть нюанс по экрану, в том плане, что он покатый, и случайные нажатия все-таки случаются. Не могу сказать, что это ультра раздражает, но время от времени я с этим сталкивался. Решается это, конечно же, одеванием на него любого кейса, либо тот, что идет в комплекте. А в комплекте с ним идет вот такой вот кейс. И господи боже, OnePlus. Я каждый раз, когда сталкивался с OnePlus, я хвалил их за то, что они кладут в комплект кейс. Но что это за чудо, блин? Они бахнули огромную надпись Never Settle. Это, если кто не знает, слоган компании. Никогда не совершайся на меньшее. Прямо на кейс. Причем оно как бы выигрывали на вверх. То есть ты его пальцами, эту надпись, ощущаешь. Но вот у меня по ощущениям, вы можете со мной не согласиться, но по-моему это выглядит ультра дешево. И лучше бы он был бы просто прозрачным, чем вот с этой вот странной надписью. Мы и так все в курсе, что это OnePlus. Зачем нам вот эта еще штука сверху? Тем не менее, за кейс спасибо. Он приятный. Он на первое время точно пойдет. И отдельный респект OnePlus за то, что они по краям сделали этот кейс слегка матовым. Почему это круто? Потому что в прозрачных кейсах, когда пластик, вот эта вот резина, она матовая, она не так желтеет быстро, как обычный глянцевый прозрачный кейс. И это прям дальновидное решение для тех, кто не планировал покупать какой-то другой кейс и планирует ходить там год-полтора с стоковым. Так что вот за это прям спасибо большое. Удобно. Тем не менее, в течение недели большую часть времени он находился вне кейса, поскольку такую красоту прятать, я считаю, не стоит. Хотя, опять же, если вы рукожоп. Если вы рукожоп, наверное, все-таки стоит приобрести какой-нибудь кейсик. На него, благо, у OnePlus есть красивые стоковые. Но самый главный вопрос, который всех нас интересует, это как этот смартфон работает, как у него с автономностью и что насчет камеры. Потому что камеры у OnePlus это было всегда слабое место. И есть позитивные изменения. Играну смартфона Fluid AMOLED. Он на 6,55 дюйма и имеет разрешение в 1080 на 2400 пикселей. Соотношение сторон достаточно необычное. Это 20 к 9. Защищен он корнинг Gorilla Glass 5. Причем как спереди, так и сзади. Он поддерживает скорость обновления дисплея в 90 Гц и также поддерживает HDR10+. Предъявлять какие-то претензии к экрану у меня язык не поворачивается. Во-первых, OnePlus это был один из первых брендов, у которого была быстрая развертка в матрице. Поэтому ощущается смартфон безумно быстро, как и до этого, как и год назад, как и два года назад. И он все еще ощущается быстрее, чем, например, тот же самый iPhone. Сегодня большинство андроидов флагманских уже научились высокую герцовку. Это уже не так сильно вбивается в глаза. Но по сравнению, опять же, с iOS смартфонами, он безумно быстрый и ощущается максимально плавным. А возможно это стало благодаря Qualcomm Snapdragon 865. В нашей версии 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Также существует версия на 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. В этом вопросе OnePlus себе не изменяет. Они уже не первый год ставят очень много оперативки и не жалеют встроенного хранилища. И за это им большое спасибо. Смартфон поддерживает две активных SIM-карты и microSD-карточку туда, конечно, заставить не получится. И вот когда ты обращаешь внимание на SIM-латок, ты видишь ярко выраженную резиновую вставку. Однако не обольщайтесь, сертифицированной влагозащиты в 8 ГБ по-прежнему нет. Эта вещь появилась уже в OnePlus 8 Pro. Но о нем вам расскажет Руслан в каком-нибудь из других видео. Камер сзади у нас целых три. Основная на 48 Мп с апертурой 1.8. Дополнительная камера, она же ультрашири на 16 Мп с апертурой 2.2. И еще один макромодуль 2 Мп с апертурой 2.4. Под макромодуль это уже не смешно. Серьезно, мне не нравится этот тренд. И мне не нравится, что в каждом втором или на Android смартфоне появился специальный макромодуль. Засудить туда я не знаю датчик глубины, отдельный телевик. Никто и никогда не будет пользоваться нормально макромодулем. Напишите в комментариях, вы хоть когда-нибудь по назначению макромодуль использовали. Потому что я таких людей не знаю и не видел. И когда тебе нужно сфотографировать какой-то действительно мелкий объект. Как правило, ты максимально близко к нему приближаешься, чтобы он был в фокусе. А потом просто кропаешь фотку. И она в 99% случаев будет окей. Зачем там отдельный макромодуль? OnePlus. Зачем вы следуете этому глупому тренду? Селфи-камера здесь на 16 Мп. Пиксель она достаточно широкая, с апертурой на 2.0. И вот снимки это самое интересное в этом обзоре. Поскольку OnePlus всегда не вызывал вопросов в скорости работы, в скорости зарядки. А я напоминаю, что здесь батарейки на 4300 мА. И есть Dash Charge. И заряжается он ультра быстро. В этом вопросов никаких. С точки зрения автономности у меня вообще не было никаких негативных ожиданий. И в общем-то позитив только оправдался. Потому что смартфон всегда доживает до вечера с достаточно большим объемом батарейки. И у меня в среднем он жил полтора дня. То есть я с утра его снимал зарядку. Ночью он не заряжался. И только в обед следующего дня я мог кинуть его на быструю зарядку. Тут прям все круто. Однако камеры это то, что меня смогло удивить. С дневными снимками все очевидно очень неплохо. Они выглядят яркими, контрастными. И в тенях детали это не особо никуда не деваются. Когда включаешь ширик, видишь, что качество изображения хоть и чуть-чуть упало. Но здесь правильный и схожий баланс белого с предыдущей фотографией. Очень частая проблема на смартфонах, когда ширик и обычная камера не синхронизируют баланс белого между собой. Здесь вот такого эффекта нет. Включаем двукратное приближение и видим, что с балансом белым все снова нормально. После того, что снимки абсолютно схожи и детализация на 2Х модуля тоже вполне достойная. Поэтому, если вам нужно было что-то приблизить, это не станет проблемой. Перейдем к ночным снимкам. И здесь произошли самые большие изменения. Это обычный снимок с оборки в авторежиме. И этот же снимок теперь при ночном режиме. Конкретно в этом случае, кроме смаза на людях, особой разницы я вообще не вижу. Это плюс-минус одинаковые снимки. Однако, если опять же этот снимок увеличить, то в ночном режиме становится понятно, что здесь стало чуть больше деталей. Однако, до лидера в рынке типа Google Pixel, Huawei P40, либо iPhone 11 Pro Max, он все-таки в ночном режиме не дотягивает. Слишком сложная сцена. Однако, меня приятно удивил портрет в ночи. Дело в том, что этот снимок, хоть и сделан в очень плохом освещении, здесь есть все-таки легкий цифровый шум, он вполне неплохо выглядит. И что меня еще больше удивило, это совершенно верный баланс белого. В таких сценах очень часто большинство камер в портретном режиме часто уходят по балансу белого куда-то в ультра-желтый. Здесь прям все неплохо. Вот вам примеры снимков на селфи-камеру в том же самом освещении. И видно, что по бороде, конечно, он меня очень сильно размазал, детальки здесь пропали. Однако, опять же, при включении портретного режима, почему-то детали на мне стали более резкими. И снимок этот можно вполне где-нибудь использовать, он вполне юзабелен. Вот вам еще один пример ночного снимка, сделанных на OnePlus 8. И я здесь прям приятно удивился. Во-первых, здесь детали все на месте. Очень мало цифрового шума. Абсолютно правильный баланс белого. И обратите внимание на небо, оно без цифрового шума. Что редкость на самом деле на современных смартфонах. Но что больше всего меня порадовало, это отсутствие каких-либо бликов. В общем, снимок прям удачный. И видно, что OnePlus поработала над ночным режимом. Что круто, что ночной режим работает еще и на ширике. Вы здесь можете увидеть снимок без этого режима. То есть, просто снимок на ширик. Однако, снимок на ширик при ночном режиме дает больше деталей в кадре. И в целом, снимок выглядит лучше. Однако, все-таки, историю с балансом белым победить не удалось. Камера OnePlus 8 точно была прокачана. Подносительно прошлого года здесь появилось, в общем-то, мало новых вещей. Но алгоритмы стали работать действительно лучше. Он лучше определяет баланс белого. Он лучше вырезает людей для портретной съемки. Здесь безумно неплохое качество на видеосъемке. Есть отдельный режим 4К 60 кадров и 30 кадров в секунду. При соотношении сторон 20 к 9. Такой максимально киношный вид. Пример вы сейчас увидите на экране. Еще один режим под названием 4К 60 Cinema Mode. Он снимает в соотношении сторон 21 к 9. Точно так же сейчас сможете оценить стабилизацию. Я сейчас пройдусь. Тоже ограничение по съемке до 5 минут. И тоже есть ручной зум 2 крата и 8 крат. Вот можно посмотреть, как это выглядит. И возвращаемся на обычный модуль. Это пример видеосъемки 4К 60 кадров в секунду на OnePlus 8. Причем он мне перед съемкой сообщил, что максимальное время съемки в таком режиме 5 минут. Вот можно посмотреть, как это работает. И я сейчас пройдусь. Для того, чтобы вы могли оценить то, как смартфон стабилизирует картинку. И давайте посмотрим на зум. Он может быть ручным. 2 крата. И 8 крат. Это максимально возможный зум при видеосъемке. Так что я точно могу порекомендовать OnePlus 8 как смартфон для тех людей, кто любит фотографировать. Будет получаться очень неплохо. И отдельно хочу упомянуть про режим. Он отсюда никуда не делся. Если вы любитель поковыряться с ISO, выдержкой и вот этим всем, это сделать здесь можно. Однако точно могу сказать, что OnePlus 8 это не камера iPhone и не камера Pixel. Где вы достали, нажали и забыли. Здесь придется чуточку думать, потому что автоматика все-таки не всегда делает так, как вам хочется. Ну а теперь давайте поговорим о минусах. Потому что в OnePlus 8 они очевидно тоже есть. Не знаю, как это возможно, но в 2020 году в OnePlus 8 все еще нет Always-On Display. Эта хрень меня просто фрустрирует. Серьезно, когда я его взял в руки и в первый день начал искать эту функцию, у меня было четкое ощущение того, что она здесь должна быть, но ее здесь нет. OnePlus какого черта. Причем это касается не только 8 модели, но это точно отсутствует и в 8 Pro. И что странно, я помню, что было какой-то OnePlus, где это работало. По какой причине OnePlus убирает эту штуку из стоковой прошивки, мне не ясно. Единственный способ увидеть Always-On Display это кликнуть по экрану, и только тогда загораются часы. Но когда смартфон просто лежит на столе, и вы хотите подойти к нему на небольшое расстояние, увидеть, есть ли у вас уведомления или есть ли у вас какие-то активности, то пока вы не коснетесь смартфона, это не произойдет. Очень странно. OnePlus, блин, сделайте с этим что-нибудь. К работе датчика вопросов у меня практически нет никаких. И в условиях карантина датчик отпечатка пальцев в экране показывает себя очень хорошо, потому что, ну, тебе не приходится снимать маску. Но надо признать, что это не самый быстрый способ разблокировки. Здесь, конечно же, есть возможность разблокироваться с помощью камеры. Но я напоминаю, что это не особо секьюрно и может быть обмануто нехорошими людьми. Так что наличие здесь камеры отпечатка пальцев это лайк, но это не самый быстрый способ разблокировки по сравнению с конкурентами. Поэтому здесь он точно быстрее, чем в Galaxy, но медленнее, чем в iPhone его Face ID, либо в Pixel с его местным Face ID. Так что это не ультимативный способ. В вопросах звука здесь нет практически никаких изменений. Он звучит примерно так же, как и в прошлом году его седьмое поколение, либо 7 Pro. 7 Pro звучал поярче, но это и младшая моделька, это не 8 Pro. Динамики стерео, они достаточно яркие по звуку, но мне чуть-чуть здесь не хватает баса. В остальном претензий каких-то предъявить к звуку OnePlus 8 у меня не получается. Здесь безумно приятное вибро, и во время звонка очень необычное ощущение в кармане относительно его вибромотора. Ну, то есть, это не вибромотор iPhone и не Pixel, что-то среднее. Ну, в общем, он здесь явно лучше, чем в среднестатистическом китайском смартфоне, но здесь вибрация иная. Это не то же самое, что вы могли чувствовать на Pixel, либо iPhone. В общем, OnePlus по какому-то своему пути пошли. Это приятно. Есть еще одна необычная фишка, которая меня удивила в OnePlus 8. И я, честно говоря, думал, что я увижу это на Pixel раньше, а такая-то по какой-то причине уже здесь есть, а у меня на Pixel нету. Меня это фрустрирует. Короче, это Google Assistant Ambient Mode. Только ты вставляешь в него свою зарядочку, смартфон не тухнет, то есть экран у него не тухнет, и вместо этого появляется блок управления умным домом в нижней части, кнопочка вызова Google Assistant, и на фоне могут проигрываться ваши любимые фотографии с Google Photo. Я тут моментально затудил несколько наших фотосессий с ребенком, с женой и так далее. И, в общем, как только вы ставите смартфон на зарядку, он очень симпатично лежит, показывает фоточки, и в любой момент готов ответить на любые ваши вопросы, либо включить-выключить освещение в квартире, телевизор, в зависимости от того, есть ли у вас умный дом или нет. Короче, очень прикольная, удобная фича. Она, естественно, отключаемая, она не обязательно может работать всегда. И, насколько мне известно, сейчас это есть только в OnePlus и в Nokia. Возможно, в будущем это появится и на других смартфонах, но по какой-то дивной причине пока что это есть только здесь. И это первый смартфон, где я это увидел. Хотя новость об этой штуке была еще месяца 3-4 назад. Но только вот сейчас я увидел это вот на каком-то живом примере. В общем, фича удобная и необычная. Для кого в конечном счете подойдет OnePlus 8? Если вы пользователь модели 5, 5T или 6, или 6T, то вам точно стоит задуматься об обновлении. Этот смартфон явно быстрее, у этого смартфона точно лучше камеры, у него все еще невероятная быстрая зарядка, и мне нравится, как он выглядит. Серьезный дизайн у OnePlus 8 в этот раз получился просто бомбический, и он привлекает к себе внимание. Но если вы пользователь 7 или 7 Pro, то, наверное, обновляться на 8-ку странное решение. Ну, в общем-то, так всегда у OnePlus было. Если вы помните этот бренд, то у них всегда есть резон обновляться через поколение. То есть, если ты купил сейчас 8, либо 8 Pro, то тебе надо ждать уже не 9-ку, а 10-ку, потому что, скорее всего, изменения будут достаточно минорные. В целом, смартфон получился клевым, и его самая главная проблема, как по мне, не суперидеальная камера, хотя здесь она явно лучше, чем в прошлом поколении. Ссылки на телефоны будут в описании. Подписывайся на канал, посмотрите какие-нибудь наши другие видосики. Хорошего тебе дня и яркого настроения. Пока!